Дорогие друзья, продолжается наша программа. В студии витают прекрасный аромат, потому что у нас в гостях Галин Коновалова, представитель молочного завода Свердловской области. Здравствуйте, дорогая гостья. Здравствуйте. Также у нас в гостях Максим Соболев, сыровар. И у меня на столе очень много сыра. А зато у Дмитрия на диванах. Замечательный эксперт. Конечно. Людмила Расова, председатель оргкомитета фестиваля качества масла, сыров и масложировой продукции. Этот фестиваль пройдет в Екатеринбурге уже в 15 раз. Ну, про фестиваль мы поговорим буквально через пару секунд. Я предлагаю вам сначала разобраться с этими сырами. Но сыр – тема животрепещущая. Все понимают, что мы сейчас питаемся отечественными сырами. Нареканий очень много. Сыр у нас представлен, сразу зрителям скажу, совершенно разных производителей. Это крафтовый, можно сказать так, да? Ну, фермерский, классический фермерский сыр. Тучный товар – это одна история. Ее представляет сегодня Максим. А Галина представляет очень известную уральцам крупного производителя из города Эрбита, скажем так, с очень большой линейкой. Вы наверняка в рамках фестиваля пробовали продукцию друг друга? Пробовали, дегустировали. Это совершенно разные. Можно ли сравнивать сыр фермерский и сыр с большого завода? Ну, это совершенно разные продукты, на мой взгляд. И совершенно разные у них предназначения. То есть, скорее, у вас это лакомство, да? Ну, наш сыр, наверное, больше лакомство, деликатес. А сыр массового производства, хорошего качества. Сыр на каждый день. Да, отличного качества. То, что мы на завтрак, обед и ужин. А вот в последние годы, когда изменилась экономическая, да, внешнеэкономическая ситуация в России, это отечественным сыроварам как-то помогло? Это не только сыроварам помогло. Это в целом развитие сырной культуры помогло сырного производства. И, ну, развитие как культуры производства сырного, так и культуры потребления сыра. А вы давно производите сыр? Ну, два года. Ну, то есть, помогло именно, наверное, стало толчком. Да, конечно. А на Эрбитском заводе меняется ли сыр с годами? Значит, мы производим сыр на Эрбитском молочном заводе уже более 10 лет. То есть, мы в настоящий момент производим три вида – российский, муромский и колбасный сыр. Значит, ну, у нас в планах, на самом деле, есть строительство сырного цеха нового. Ну, пока это ближайшие перспективы, так скажем. Я вот хочу поговорить все-таки о фестивале, потому что я понимаю, что Аня сейчас уже откроет крышечку и начнет пробовать вот этот деликатес. Но все же, это достаточно необычный фестиваль, фестиваль сыров. Мы все-таки не сырная мировая столица. Расскажите про фестиваль, сколько участников, откуда они приехали, и все же больше заводов или частных сыроварин? Вы знаете, давайте я сразу с самого начала начну отвечать на ваши вопросы. То есть, 15 лет идет фестиваль, и самое-то интересное, что изначально, когда первые годы был фестиваль, у нас были предприятия преимущественно – это Белоруссия и Украина. Литва поставляла свои сыры, было очень много немецких сыров, и мы соревновались фактически среди дилеров. То есть, наше предприятие выходило Ирбит со своими муромскими сырами, помните тогда еще? Помним. Конечно, приезжали наши сыровары, это из города Кеза и из Машги. Но на Урале сыроварин маленьких не было, и вот буквально за три года произошло такое преобразование. Появились небольшие фермерские сыроварни. Максим сейчас скромничает, ведь сегодня сыроварни – это не только производство сыра, это ведь еще и большие экскурсии, куда можно приехать, посмотреть, попробовать и даже сварить маленький сыр самому. То есть, это все показывают. А похожи наши сыроварни вот на известные какие-то французские, итальянские, швейцарские, вот эти погреба, это огромные кругляши этого сыра, все так же у нас делается? Конечно, конечно. Вот, я не знаю, Максим, вот посмотрите, какой кругляш. Точно, это точно, это не камень, это не кусок мрамора у нас в студии, это кусок сыра. Как этот сыр называется? Это чеддер, классический фермерский английский чеддер. Слушайте, ну говорят, чтобы был английский сыр, нужна английская корова. Нужна Англия, мне кажется. У нас коровы отечественные. Коровы во всем мире примерно одинаковые, дают плюс-минус одинаковое молоко. То есть, это легенда? Ну, это больше легенда. Конечно, по вкусу будет отличаться, потому что там другой климат, другие растения, трава. Вот, но в общем и целом это такой же чеддер, сделан в Белоярском районе. Хотела у Галины спросить, вот Эрбитский завод это крупное очень предприятие, а вы пользуетесь сырьем местных производителей? Мы пользуемся сырьем местных производителей. Ежедневно мы перерабатываем более 400 тонн сырого молока. Мы работаем только с проверенными производителями. На предприятии существует многоступенчатый контроль качества продукции, что позволяет выпускать нам продукцию стабильно высокого качества. Давайте поговорим про объемы. Наверняка они вот в разы у вас отличаются. Вот ваш завод сколько сыра выпускает, там, не знаю, в неделю, в день? И сколько способна выпустить сыроварня частная? Значит, наш завод выпускает около двух тонн сыра в ассортименте ежедневно в сутки. А мы три тонны в месяц. А вот три тонны в месяц, это тоже мало. То есть в 30 раз разница, да? Для частной сыроварни, для развивающегося сегмента это, да, немало. Давайте смотреть ваш сыр. Вот я все-таки открою. Ну это как раз чеддер. Так, чеддер. А вот это плесень? Следующий, да, это тоже английский сыр, стилтон, из коровьего молока, с голубой плесенью. А плесень отечественная или? Франция. Завозная. Завозная отечественная. А плесень можно, да? Итак, у меня еще один ингредиент. Аня, разрешите нам, пожалуйста, хочу у Людмилы спросить, что интересного нового в этом году на фестивале? И можно ли прийти на этот фестиваль, если ты совсем не сырован, и напробоваться этого сыра? Вы знаете, у нас достаточно большой состав жюри, около 40 человек. И безусловно, мы не сможем удовлетворить интересы всех желающих, кто любит сыр, кто любит масложировую продукцию. Поэтому, ну вот, к сожалению, у нас нет состава любительского жюри. Ну, то есть, безусловно, если вы являетесь специалистом, то есть, либо вы товаровед, либо вы дилер, либо вы работаете в этой отрасли, бая. Сима уже товаровед, я вижу по глазам. Пожалуйста, приходите, мы всех приглашаем, пожалуйста, приходите, посмотрите. Но вышли ли мы за эти три года на достойный уровень по производству сыра? Ну, можно ли его сейчас сравнить с легендарным французским сыром? Ну, вы знаете, я думаю, что вам предстоит попробовать эти сыры, может быть, даже в эфире. Этим мы зайдемся, вы не беспокойтесь. Да, у нас появились достойные сыры, и на самом деле это наша гордость. Вот для нас, на самом деле, вот для организатора фестиваля, мы горды тем, что к нам приезжают сыровары со всей России. И на фестивале происходит некий такой обмен опытом. И вот, например, старейшее сыроваренное предприятие, как Машгасыр, когда сыровары говорят, ну, вы знаете, у вас такие достойные экземпляры есть сейчас на фестивале, которые в вашем регионе изготавливаются, но для нас это похвала. И я думаю, что для сыроваров тоже. Мне кажется, благодаря сыроварам мы вообще узнали о существовании таких мест, как Машгайкес. Думаешь, это город, это аббревиатура, что это такое? Я хочу попробовать это сделать. Ну, подожди немножечко. Я хочу попросить, во-первых, Галину рассказать о правилах выбора сыра, скажем так, на каждый день. Вот человек пришел в магазин. Вот я лично знаю, что нужно посмотреть дату изготовления, чтобы он был не сухой, не желтенький. На этом мое познание заканчивается. Есть ли какие-то еще, может быть, советы, рекомендации? Ну, самый простой способ посмотреть, то есть на ценник, это еще важный очень аспект. Чудес не бывает, да? Чудес не бывает, да. И когда на этикетке стоит сыр и цена 200 рублей, ну, понятно, что сыр настоящий, натуральный, по такой цене продаваться не может. Почему? Ну, ведь он буквально недавно реально стоил эти 200 рублей. А сколько нужно молока, чтобы сделать килограмм сыра? Значит, в среднем на производство одного килограмма сыра уходит 11 литров молока. Так, хорошо. Праздник. Захотелось сказки, захотелось какого-то вот такого авторского сыра, куда идти. Я так понимаю, что в супермаркетах наверняка эта продукция широко не представлена, потому что это совершенно другая история. Где это продается и как выбирать? В сетевых магазинах, конечно, нет. В федеральных сетях небольшие магазины фермерской продукции, либо, ну, там есть ритейлеры премиум-сегменты, типа магазины Елисейские, например, если у нас в винотеке все возможные. Вот, то есть там обычно широко представлены и фермерские сыры, как нашего, так и зарубежного производства, то, что можно вывозить. Вот, как выбирать? Ну, наш сыр всегда в рознице свежий, потому что мы... Много не делаем. Мы не то, что много не делаем, мы не настаиваем на больших поставках, мы озим в каждый магазин 2-3 раза в неделю, поэтому за нашу можете не заморачиваться, берите то, что есть. Да, да, да. Дело в том, что мне бы хотел сказать потребителям. Если вы покупаете твердые сыры, голландский, российский, костромской, они расфасованные у нас, и вы берете их упаковочку, смотрите, это выдержанные сыры. Сыр должен быть твердым. Если вы берете этот сыр, и он буквально, вот вы берете пальчиком, надавливаете, а пальцем продавливается, вот я иногда смотрю это в магазинах, это не выдержанный сыр. То есть это сыр по вкусу, ну, будет, так скажем, это свежий сыр, у него не будет того насыщенного ни вкуса, ни аромата, ни послевкусия не будет оставаться даже на каждый день. Все равно хочется вкусный сыр. Конечно, хочется вкусного. Поэтому смотрите, твердые сыры выдержаны, должны быть обязательно твердыми. И еще мне хочется сказать, иногда в розницу берешь сыр, и у него краешки такие желтоватые тоже. Этого тоже не должно быть, потому что происходит внутри пленки окисление сыра, потому что сегодня все сыры порционные, и они запечатаны. Тоже смотрите, потому что поверхность сыра должна быть однородно ровная, однородно ровная, без различных окрасов. И лучше, наверное, попросить отрезать, все-таки, да, взрез от большой головки сыра, и это будет то, что сыр. Ну что, я предлагаю отправляться уже пробовать этот сыр. Итак, у нас в гостях была Людмила Расова, председатель Оргкомитета фестиваля качества масла сыров и масложировой продукции, Галина Коновалова, представитель молочного завода, и Максим Соболев, сыровар. Мы благодарим наших гостей, сейчас прервемся буквально на несколько минут, а потом продолжим.